Субтитры создавал DimaTorzok Наш волонтер Наташа привезла мелкую-мелкую рыбу для чая. Чайки счастливые, они ее очень любят. Чайка, а ты знаешь, что это еда не для тебя? Да, там вообще миска для уток стоит. Но утки вежливо стоят в сторонке, пока чайки пирят их еду. Ай, озерочка, какая прелесть. Такая очаровательная. Она мазутная озерочка, вот эта летающая. Видишь, какие крылья у нее? Она в мазут упала. Ну, не померла, значит. Не померла, молодец. Да, чайкам самоудобно ее там заглотаются. Блин, значит, серебрухи, они такие несуразные тогда дети. Такая здоровая торпедина на носки. На динозавров тоже походят. А злые, капец. Бакланы, все называют баклан, как правило. Это звонит на горячую линию. Смотри, какие злые и гадкие. А вот кто-то там кушает, кто-то понесосный. Да кушают они, они все сами кушают. Они просто орут и вообще любят людей. Сладкие. А что, у нас тут был водоем? Да, здесь был водоем, но мы ванну не стали ставить в этом году. Они опасные для птиц, которые калеки. Поэтому мы тут закопали. У нас на самом деле там хитро сделано. Там пустота, короче. Внизу там постамент от аистов, который был у аистов. И уши торчат так из-за травы. Вот, а как хорошо, что здесь обросла трава, и я не стала ее катить. Это чай, там, так и не дала. Хотя вдруг что-то прорывался, по-моему, чай там. Блин, это утка. Какой же у нее чудное клевало, да? Как будто его присобачили. Родное оторвали, и присобачили такую херню суразную. Как она называется, Широконожка? Я не помню опять, как она называется. Я забываю все время название. Он Широконожка. Слушай, может, пока тут никого нет, им снять вот эту вот палку, чтобы они летать могли? Да, они и так могут летать. Они, наверное, с палки летают. Она им как-то не работала все удобно. Ой, господи. Знаете, что происходит с чайками? Их едят люди. Да, нет, с ними делают пельмени. Пельмени с чайками? Да. Деликатес. Ты знаешь, что тебе с ними... Спасайся. Надо спасаться, а не еду меня просить. Подними меня еще. Я уже стала срываться на людей, которые мне звонят. С птицами, поеденными кошками. У меня просто буквально несколько дней назад приехал совсем маленький коростеленок и дрозденок, тоже из-под кошки. Ну, как бы и одна, и вторая птица были с выпотрошенными животами, просто с висящими кишками. Я извиняюсь, как бы я такие видео не снимаю на канал, потому что это уже как бы за гранью. Ну вот. Ну, естественно, как бы я и того, и другого усыпила, потому что там нельзя было вообще никак помочь в этих ситуациях. Но я к тому, что ситуация с кошками в этом году меня просто уже добивает, потому что буквально каждое третье обращение – это какой-то птенец, которого поймала кошка. И для всех, кто хочет там сказать, что ну это же кошка, кошка не является частью дикой фауны нашей отечественной. То есть кошка должна находиться в доме или должна находиться в вольере и не должна ловить диких птиц. Тем более, что как бы они даже этих птиц не едят. То есть это все заигранные просто птенцы, там иногда взрослые птицы, которые потом остаются просто умирать очень долго и мучительно. И кошки таким образом наносят огромный урон нашей природе. То есть если у вас там вы держите домашнее животное, это животное должно содержаться там, ну, либо в квартире, либо в доме. Если оно гуляет, соответственно, это должен быть какой-то вольер. То есть не должно быть самовыгульных кошек даже там за городом, потому что, ну, это плохо. Это плохо и для кошки, и для животных вокруг. Ну, потому что кошку, если она просто так гуляет, она тоже может и потеряться, и ее могут задрать там бродячие собаки и задавить машины, и просто там люди поиздеваться. За ваше домашнее животное отвечаете вы за то, как оно себя ведет. Это, ну, морально это очень тяжело, я вот могу сказать, там, когда тебе один, второй, третий день привозят просто птиц, которых нет никаких шансов просто потому, что на них напало животное, как бы, которое при этом никак не зависит, то есть от, ну, у него нет необходимости добывать себе пропитание в природе. Оно вернется домой и поест сухого корма из миски. Вот как-то так. Короче, когда к нам приехала еще одна гусыня, честно говоря, я хотела ее отправить жить к родителям, потому что, ну, короче, Пипа ее обижал очень сильно. Он что-то вообще белых птиц как-то так не очень любит, белых животных. Вот, ну, в итоге, кажется, у нас сложилась прекрасная пара женщин, которые очень друг друга любят, и как-то мне даже неловко их разлучать. Ну, Пипа просто Пипа. Ну, он просто Пипа, он сам по себе. Он сейчас стал немножечко меньше меня преследовать, он линяет, у него выпадали все маховые перья, вот, и он очень любит, когда его кто-то трогает, поэтому он слегка отлип от меня. Ну, и стал меньше задираться на людей, видимо, потому что задолбался от количества приезжающих ко мне волонтеров. Пипа! Кто моя птица такая хорошая? А, Пипа! Да, Пипа! Пип, вот ты знаешь, что, короче, люди на Ютубе, между прочим, страдают от того, что больше нет гусиного сопровождения, гусиного дубляжа. Знаешь, сколько гусей нас смотрело? Вот как теперь? Как теперь мне с ними объясниться? А, Пипа? Жирный. Как поезд пассажирный. Жирный. Что там, летает кто-то? Нет, никого нет. Что, на что пыришь? Короче, моя индюшачья дочь взяла за моду где-то пропадать весь день, а вечером возвращаться. Походу, она где-то там несет яйца, потому что одно яйцо мы нашли где-то на дороге. Ну, правда, уже разбитое. И вот каждый день ее нет, она типа где-то шляется. Ну, сейчас часов пять, наверное. Вот она объявляется. Френ! Тебя где носит? Тебя где носит? Сережа, открой секрет, ты где ее нашел? Там? На дороге? Конечно, где-то где-то там отдыхает У нас дикая индюшка, да? Наверное Это беспредел, Мора Это просто беспредел Дед А, дед? Это твое, дед? Ты линяешь? Ты линяешь? Скучали по деду? Ну, вот тут вот растут новые перья на голове И шея вся лысая стала Так, меня жрать нельзя Меня нельзя жрать Я директор Да, дед? Да Там вот народ кушает Так Держитесь от меня подальше, пожалуйста Там хавку принесла Ты не хочешь пойти похавать? И вообще, видишь, я тебя нежно глажу Нежно глажу тебя Пёрышком твоим же самым Ну-ка, ты давай я тебя с другой стороны поснимаю Это против солнца Не прикольно Там происходит поедание вкусняшек А, у тебя такой красивый дед Лысина С тебя борода еще и лысина Старческая, да? Старческая? Лысина у тебя Вороны очень злые товарищи Особенно в возрасте Когда Прямо Умерзительные становятся У деда больная лапка Вот Такие у него Изуродованные ножки Я бы его рукой почесала Но Если он укусит пером Хотя бы не так больно Когда он руку кусает Это прямо Неприкольно становится Тут 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 Тебе нравится? Тебе нравится, когда чешут тебя? Ну, лысина Ну, какая Смотрите Где-то ты остепенился? Ну, вот Пёрышки растут новые В хвосте у него Тоже вот Пара новых перьев Но Приняет медленно Ну, на самом деле Как бы Он до нас жил Я так понимаю Не очень хорошо И там даже если Мы птицу переводим На Ну, хорошие условия жизни На годный рацион Прежде чем У неё Организм наберёт ресурсов На хорошую Качественную линьку Это время проходит Потому что Ну Всё это делается Небыстро Мне кажется Дед залип Вот у нас Маруся Она Линяла Сейчас уже почти Полностью оперилась У неё тоже Линька тяжело Очень проходила Там прямо Лысая голова была Как у грифа Вот Ну и дед Линяет Не очень хорошо А ты чё там ешь А? Ты Ты ешь ветку? То есть Я там Принесла Кучу мяса А ты жрёшь ветку Да ты интеллектуал Где Интеллектуал Как вы думаете Если я сейчас Рукой его почешу Он кустит мне руку Или нет Можно рукой почесать? Я сломала Деда В натуре Смотрите Я сломала Деда Всё Всё Мы с тобой друзья Теперь Мы друзья Ты больше не будешь Кусать меня Вот смотрите У нас там Кукурузник летит Или что это такое Какой-то такой Маломощный Самолётик Короче Всё, дед Передавай привет Нашим подписчикам Скажи Подписывайтесь На канал Вороньево гнезда Ставьте лайк Ставьте лайк Деду И оставляйте Свои комментарии